Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Формула вероятности». Сегодня мы поговорим о продовольственной безопасности России. Будет ли Россия кормить Европу зерном и вологодским маслом? Или нас ожидает голод? Мы поговорим об этом с весьма статусными экспертами. Я рад представить наших уважаемых гостей. Это президент компании «Виватон», врач, исследователь, ученый Александр Михайлович Савелов-Дерябин. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что поддержали наш проект «Формула вероятности». И также с нами в гостях Игорь Викторович Никулин, эксперт Государственной Думы, политолог. Первый вопрос, Александр Михайлович, к вам. Вы давно и на деле доказали себя как такой неусыпный энтузиаст, который радеет и думает о продовольственной безопасности. Вы реализовали потрясающую программу в таком регионе, как Татарстан, при поддержке главы республики Мениханова. Как вам видится сегодня? Все ли предпринимается в сфере агрохозяйственного сектора, в сфере сельскохозяйства, для того, чтобы обеспечить ту самую продовольственную безопасность России? Сегодня все делается для того, чтобы все уничтожить, разрушить и сегодня обмещать народ до основания. Я в этом нисколько не сомневаюсь, я практик, и я это говорю официально и без всяких черного, оранжевого и так далее. Черное и белое. Черное и белое – это кого? Последнее мы уже в течение 20 с лишним лет работаем в ветеринарии, птицеводстве, животноводстве, свиноводстве и так далее. Сегодня показали результаты, которые превысили всю мировую практику. И независимо от того, что это все так случилось, когда я доклад делал, получал в Сбербанке, получал награду, значит, Сбербанка России, то там был Мениханов Рустам Нургалевич, и он услышал мой доклад и сразу сказал, что да, я хотел бы, чтобы вы приехали, я вас прошу. Я говорю, раз вы просите, значит, я поеду, несмотря на свой возраст, на все, я все-таки поеду, хотя я уже объездил около, там, пяти тысяч хозяйств, и толку никакого нет, и я оставил это все. И он говорит, если поедешь, все будет нормально. И я поехал. Я приехал в Татарстан, было полтора миллиона и пять миллионов соматических клеток. Это катастрофический яд. И когда... Это у коров это было? Это у коров, да, молоко такое, качество молока. А Еврогост 200 тысяч. Мы за три с половиной года достигли 90 тысяч соматических клеток, то есть сделали в два с лишним раза лучше, чем Еврогост высшего сорта. Я так понимаю, что это было достигнуто с помощью вот таких... Применения, да, моей методики. То есть это никакая не химия? Никакая химия. Это чисто растительный препарат Виватон, который сегодня массируется в имя. Это я говорю сейчас только о коровах, о качестве молока. И мы получаем, если это даже субклиника начинается, и она потом продолжится, и очень долго будет переходить в клинику, и будет больное молоко. Мы берем субклинику, усиливаем ее до клиники, потом, ну, как у человека, начинаем вытаскивать наружу все патологию. И после этого животное, во-первых, все приходят в охоту. Это самое главное. То есть если обычно они приводят в охоту корову приблизительно 3-4 раза, но минимум 2, то у нас сразу с первого захода идет в охоту коровы и беременеет. Иными словами, если вот, так сказать, обобщить немножко, то получается, что все-таки вот в этом регионе вы достигли потрясающих успехов с помощью отечественного продукта, да, который уникально не имеет аналогов в мире. И получилось так, что, по идее, этот опыт должен экстраполироваться, распространяться на все остальные регионы. Но этого не случилось. Но этого не только не случилось. Вы понимаете, устраивают какие-то совершенно дебильные ситуации, когда конкурс. Вот они на конкурсе. И китайцы поставили препарат, который не дает результата никакого. А я поставил препарат, который такой результат дал. А мы на равных. Я должен снижать цену там до того, до той цены, которая сделана из 3 или 4 трав, например. К примеру, я говорю, да? А мой состав 207 макромикроэлементов, который по микроэлементам содержит всю плазму крови. И они приравнивают. И, например, вот это самое страшное. То есть, лишь бы это было дешевле. А то, что это все уничтожит и разрушит, это уже никого не волнует. Вот вопрос в этой связи тогда к вам, как к эксперту, действительно, как к политологу практикующему. Игорь Викторович, скажите, почему сегодня не хватает вот этого административного ресурса, или то, что мы называем политической волей, да? Для того, чтобы обеспечить самую главную, наверное, безопасность. Я понимаю, что у нас есть еще армия. Так, слава богу, что здесь у нас сильные позиции. Ракетно-ядерный щит. Да, у нас есть потенциал наш и так далее. Это хорошо очень. Но вот продовольственная безопасность. Ведь это же, так сказать, основа здоровья нации и так далее. Это и есть, должно быть, так сказать, составляющая национальной идеи. И здоровый щит солдат. И здоровый щит солдат. Почему не хватает этой политической воли? Как вам видится? Ну, мне видится, что политическая воля последние два года все-таки появилась. Так. Да, то есть, есть все-таки. Я не полностью соглашусь с коллегой, потому что все-таки позитивные сдвиги есть. Достаточно зайти в наши российские магазины. Вот я живу в Москве, допустим. И, конечно, ситуация изменилась. То есть, продуктов. То есть, если раньше было 80% импортных продуктов, сейчас, ну, я думаю, уже минимум половина. А, в общем-то, процентов 60 уже продукты отечественные. Ну, дело, друг мой, не в том, чтобы продукты появились, чтобы они появились качественные. Да, я согласен. Это продает здоровье. Давайте послушаем. А сегодня молоко ядовито, поймите, у нас. Да, я согласен. Здесь это дополнительный аспект, сейчас затронул Александр Михайлович. Это не только продовольственная безопасность, так же инфекционная безопасность, это безопасность здоровья. Это же патология, это патогенная среда, о которой я вам говорю. Я приехал в Татарстан, было полтора миллиона и пять миллионов. Это страшная ситуация. И они пишут конкретно, кабинет министров пишут, этот акт все у меня на руках. И мы доводим до 90 тысяч. Ну, это очень здорово. Это великолепный результат. Реплику, да. Почему именно этот опыт не был распространен? Как вы видите, какие технологии политические? Рынок, рынок. У нас везде мафия. Я вот, допустим, собирался построить инсулиновый завод. Вот 10 лет уже боремся. Четыре поручения президента. И до сих пор пробить мы не можем. С чем это связано? Как пробить это? С чем просто связано? Что 25 лет люди получают деньги. Вывозят из страны 100, 150, 200 миллионов долларов. И они с этого потока уходить не хотят. То есть они будут сопротивляться, ложиться костьми. Но не пропустить, чтобы был отечественный инсулиной. Сейчас считаю в Китае. А то казнили, например, дриллионера. Миллиардера. Миллиардера, да. Казнили. Казнили все для того, чтобы неповадно другим было негодяям. Ты делай любые деньги, но ты не трави народ, не уничтожай. Правильно. Хорошо, тогда вопрос такой. Каким образом это возможно преодолеть? То есть необходимо подключать гражданское общество? То есть должна какая-то солидаризация быть? То есть надо выходить на митинг. Я, кстати, знаю, что вы, как практикующий политолог, тоже недавно в Солнце проводили митинг. То есть надо общественность каким-то образом активировать. Надо активировать. Потому что все это происходит только тогда, когда, грубо говоря, в закрытом помещении. Как только это открывается у окна и двери, как только это становится интересным широким массам, пресса, телевидение и так далее, тут уже такие дела трудно. Как сказать. Деньги любят тишину, как это говорится. Поэтому в этом причем. Я вам просто твердо могу сказать сразу, чтобы успеть. А то, не дай бог, не успею, боюсь. То есть за короткий срок, за 3,5 года мы получили такой результат. Я знаю, что самый большой такой же срок мы будем кормить Европу, а не они нас. Какой-то, говорят, о каком-то эмбарго. Но это смешно просто. Это смешно. Смешно. Я беру больную корову, которую списали на бойню. Она дает 7 литров молока. Ее на вынужденный забой уводят на бойню. Я говорю, оставьте мне. Она дает 40 литров. Почему? Потому что она раньше давала 40 литров. Но ее закололи антибиотиками, гормонами, химией. Она ест ядовитые продукты. И она, естественно, быстро стареет и быстро уходит на пенсию. Или дает, как коза молока. Игорь Викторович, вот вам вопрос тогда. У нас, ну все-таки мы такое федеративное государство. Есть какие-то регионы, где политическая воля, как в случае, допустим, с Менихановым, она играет определяющую роль. Вот для своего родного Татарстана Мениханов смог собраться. Он смог дать распоряжение, так сказать, к обмену своему кабинету министров. Смог это все контролировать. Может быть, есть сейчас какие-то очаги, скажем, такие оздоровления экономики в России. Вот вы могли бы как-то... Сережа, я вам скажу два слова только, извините. А то я забуду. Я вам скажу такую вещь. Мениханов пригласил весь кабинет министров, главка, начальник главки, министров, все. И сказал, вот вам принесли на блюдечке с золотой каемочкой. Попробуйте не сделать. Если вы сдадите для дошкольного питания молоко с антибиотиком или с патогенной средой высокой, вы будете лично со мной дело иметь. Все, хвосты поджали, начали работать. И сейчас все хозяйства применяют этот препарат Виватон. Хорошо. Ну вот какие регионы вы могли бы назвать, где опыт такой благотворный мог быть также распространен, и где вы чувствуете, что есть рачительная рука хозяина? Где, как вы думаете? Я могу сказать, что это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Там, на самом деле, большие успехи. То есть, там за последние 10-12 лет почти в три раза увеличилось производство сельскохозпродукции. Ну, еще там Курганская область, Брянская, Довгородская. За счет чего, скажите? Думаю, что в основном сильный руководитель, сильный губернатор попал. Нет, это все правильно, но сильный руководитель надо сделать так, чтобы увеличить это поголовье, увеличить количество молока. Ну, за счет чего? Вот я, например, даю чисто растительный препарат. Ни антибиотика, ни гормона ничего не применяю. Даю чисто растительный препарат, причем местно, через вымя. И идет через вымя очищение всего организма, через лимфатическую систему. И мы получаем во столько раз количество молока увеличивается. Представьте себе, что в Татарстане заключение официального кабинета Совета Министров на 30 миллионов, 140 миллионов дохода. Это выше, чем алмазные призки. То есть мы будем несметно богаты. Делать один регион Татарстана может снабжать пол Европы. Пол Европы. Я согласен с вами полностью. А Россия вообще должна быть мировым лидером на рынке продовольствия, именно органического продовольствия. И это считают все ведущие эксперты мира в организации региональных наций. Шансы кормить всю Европу сегодня у нас все есть. Чтобы мы покупали наши сельскохозяйственные продукты. У нас 55% всех мировых черноземов. Мы на первом месте в мире по ржи, по овсу. Третье место в мире по производству пшеницы. То есть у нас все есть условия для того, чтобы развивать свое сельское хозяйство. Но просто вот эти 90-е, как говорится, выбили. Ту же скотину очень сильно сократили поголовье. Сейчас уже... И вот самое главное... Уважаемые коллеги, мы сейчас должны будем вынуждены прерваться на рекламу. У нас рекламный блок. Но после рекламного блока мне хотелось бы продолжить наш разговор. Потому что сегодня мы говорим не только о прогнозах. Но также о том, что мы способны сделать для того, чтобы осторовить экономику и сельское хозяйство в России. И поднять количество животных. И как это сделать, я скажу. Давайте это послушаем после рекламной паузы. Дорогие друзья, формула вероятности – это программа аналитическая, которая занимается не только прогнозами, но и также корреляцией реальности, корреляцией будущего. Всем известно, что мировая прорицательница Ванга предсказала взлет России. И у России сегодня есть весь потенциал для того, чтобы состояться как сверхдержава. Игорь Викторович Никулин в свое время посещал известную прорицательницу. Имел личное общение с ней. Но мы сегодня обращаемся к вам, Игорь Викторович, как к эксперту-политологу. Скажите, пожалуйста, если все-таки смотреть за этой тенденцией, того, каким образом Россия сегодня участвует в возрождении нашего сельского хозяйства. Что бы вы могли отметить? Какие вот точки рэперные, точки, так сказать, роста? Ну, Россия на самом деле, то есть за последние пять лет примерно, все-таки позитивные сдвиги наметились в развитии сельского хозяйства. Я уже сказал, что мы практически полностью покрываем свои потребности по зерну. Процентов на 80 по сахару, где-то на 70 процентов по мясу. Причем по мясу птицы, можно сказать, на 100 процентов. Мы уже покрываем свои потребности за последние годы. Ну, где-то в пять раз было увеличено производство птицы, примерно в два раза производство свинины. Ну, чуть хуже ситуация у нас по говядне, потому что все-таки коровы растут гораздо дольше. Соответственно, там и цикл примерно 10 лет. И в ужасных условиях. Да, и в ужасных условиях. К сожалению, тут, конечно, нужно серьезные, так сказать. Хотя вот есть положительные примеры. Мы в Брянске недавно ввели суперсовременный, огромный какой-то комплекс по выращиванию именно мясных пород. И то есть у нас в магазинах появился такой деликатес, как мраморная говядина. И, в общем-то, по сравнительно нормальным ценам, там от 500 до 1000 рублей. Мне воздавелось ознакомиться с аналитикой некоторой. И вот есть информация о том, что, допустим, солдовый экстракт, который применяется в выпечке хлеба, да, у нас последний завод был построен в 50-х годах. И весь этот экстракт в основном мы покупаем за рубежом. И поскольку сейчас вот в режиме санкций, так сказать, этот поток прервется, то есть есть какие-то очевидные бреши, которые необходимо отслеживать. Как вам кажется, может быть, стоит вот какую-то инициативную группу создать, которая бы порекомендовала, так сказать, специальный совет по продовольственной безопасности, который бы оформлял эти самые запросы. Это включало в себя, что сегодня едят россияне, насколько, так сказать, какие-то вот контрольные закупки, действительно, или контрольные, так сказать, исследования этой качества продукции. Как вам кажется, это позитивная идея? Да, я считаю, что, конечно, у нас должен быть обязательно совет такой, как, в общем-то, в свое время была ВПК, военно-промышленная комиссия. Конечно, у нас должен быть такой совет по качеству продовольствия, которое мы едим. И тут в связи с этим нужно, конечно, решить сразу несколько задач. Это, в первую очередь, законодательно ужесточить требования к импортному продовольствию на содержание опасных веществ, на содержание там этих биогенов, так называемых, и других компонентов, которые влияют на здоровье людей. И нашим хозяйственникам запретить тоже давать ядер, народу вскармливать ядер. А сейчас вот Украина вообще продала там больше 100 тысяч гектаров компании «Монсанто». Слава Богу, у нас, они больше 20 лет ведь пытались запустить свою эту отраву. Но, слава Богу, у нас ничего так, сколько бы они взяток здесь не раздали, но, тем не менее, все-таки их не пустили. И это огромное, я считаю, достижение в том числе наших научной общественности, биотехнологов и так далее. Спасибо, Игорь Ильич. Александр Михайлович, к вам вопрос. Такая существует известная поговорка «Пророка нет в своем Отечестве». Вы фактически сегодня… Я Дон Кихот. Я понял, да, Дон Кихот Ламашки. Вы действительно без страха и упрека тот самый рыцарь, который несет это светлое начало. И я знаю, что вы сами пережили голод, да? Вот расскажите об этом. Я родился во время войны и болел рахитом. Это когда вот такой, как палец, вот такой живот. И, конечно, такой был страшный голод после войны. Понял. Да-да, извините, да. Продолжай. Да, вот, да, расскажите об этом. И был страшный голод такой, что мы все, конечно, пухли. Все пухли. И я уверен на 100%, что, ну, на 90 пусть там с лишним. Если бы эти все прохвосты, которые сегодня создают вот ту, нагнетают обстановку военную и все остальное, не понимая, какой может быть за это последствия какие. Во-первых, все, все. Нет, не будет победителей. Все сдохнем. Все сдохнем в страшных мухах и страданиях. Американцы, немцы, там, это не имеет значения. Все сдохнем. Стоит только раскрутиться этой машине, ее остановить уже будет практически невозможно. Это первое. Но самое страшное, даже если выживем, после этого страшный голод. Когда все будет отравлено, когда все даже не отравлено, просто нечего есть. Я на день рождения, мне после войны, подарили мандариновую корку. Я ее год носил, нюхал, чтобы чуть-чуть хотя бы что-то. Я нюхал, когда жарят кровь, там, например, вместе с мочой, там, с навозом. И жарил, и я нюхал, это ходил вокруг этого помещения. Потому что это страшно. Когда сахар, за сахаром стоял по 3-4 дня и ночи. И ты записываешься все. Это люди, которые творят, они даже приблизительно не знают, как это страшно. Сколько смертей было, сколько пал в обморок, падал где на улице ларечек. Стоял, чтобы по килограмму сахара купить. Но я твердо знаю, что когда, значит, это все происходило с одной стороны, с одной стороны. Но все равно как-то мы верили, надеялись. И мы тогда закрепились очень сильно. Мы стали крепкие, сильные. Чтобы, например, в моем возрасте, сегодня у меня дочери 47 лет, а, значит, моей дочери младшей 3 года. Вот это и есть результат. А сегодня молодые, все больные, поголовные. Там бакосеменение сумасшедшее. Почему? Потому что молоке, стриптокок, гонокок, плесень, грибы и все-все-все остальное. Хлеб едят. Корочка, например, погибает плесень. А внутри вот сегодня была передача Рент-Эли. Я давал большую передачу целый час. О том, вот о вреде этих, например. Это создано во время 36-м году по заказу Третьего Рейха. Создано специально эта плесень для того, чтобы, когда ее профессор Вольф ввел в раковую клетку на чашке Петри, то она возросла в 2,5-3 раза. А вирусы микро в тысячу раз. Мы сами себя все делаем, чтобы сегодня уничтожить. Молоки сегодня, такое количество патогенных средств. Сегодня, например, у нас, чем мы хуже, у нас, наоборот, все намного лучше будет. Потому что еще в 86-м году я получил золотую медаль в ДНХ СССР за лучшее качество мясомолочной продукции. Потому что датчане были на втором месте, финны были на третьем, а мы на первом. И с того времени уже можно было бы сделать самые лучшие животные, все. Но в советское время это совершенно никто не слышал и не хотел слышать. Это сейчас намного проще в российское время. Но я к чему говорю? Потому что люди сами себе создают старость и смерть. Ко мне все приходят, мои все почти одноклассники, все почти уже черви-червей кормят. Александр Михайлович, давайте все-таки позитивно немножко. Мы верим в то, что Россия возродится. И что, в том числе, все ваши рецепты будут применены на практике. К вам вопрос такой, Игорь Викторович. Как же создавать вот эти режимы благоприявствования и точки роста для таких передовых технологий, которые создает Александр Михайлович? Александр Михайлович 7 лет прожил в Пекине. Был единственный профессор, европеец госпиталя Пекина. Госпиталя Хонци, народного освобождения армии Китая. Это президентский госпиталь. Да, вы понимаете, почему сегодня пророк у нас в России, почему он не услышан? И как нам сделать все возможное, чтобы регионы, не только Татарстан, но и другие регионы России, воспользовались, допустим, какими-то передовыми технологиями? Как это возможно? Тут должна быть воля, к сожалению, государства. Потому что народ у нас тугодум, думает задним умом и еще чем-то. Опять-таки, интересы местных, так сказать, олигархических групп, они, конечно, препятствуют. Выход на рынок, современным каким-то технологиям, это, конечно, должно делать государство. Так же, как государство обязано делать, строить дороги, делать газификацию, электрификацию, канализацию, строить хранилища и тому подобное. Потому что без этого создания инфраструктуры, конечно, мы сельское хозяйство свое не двинем. И, конечно, научно-технологическое обеспечение. И практически обоснованное. То есть, если мы отвергаем, вот я всегда так считаю, если я отвергаю, я обязательно должен предлагать. Но предложение мало, я обязательно должен делать. И вот, брат, не те фантазеров, которые сегодня приходят и говорят, ой, мы только дайте нам денег, мы это исследуем. Ты исследуй до того, как. Бери и исследуй. Вот я, например, прошел в фармкомитет, в Минздрав официально вошел в реестр лекарственных препаратов. То есть, я отдаю как БАДы, как косметику, но это все лекарственные, на основе лекарственных средств. Лекарственных средств. Потому что это официальные лекарства. И когда официальные лекарства, и сегодня вот такой идет процесс, и ветеринарный, и медицинский. Сегодня, представьте себе, чтобы так рак помолодел, вот раковые заболевания. Что дети рождаются с онкологией. Дети рождаются. Я никогда бы раньше никому не поверил. Оказывается, я был такой чудак, что я не слышал этого и не видел. А сегодня я уже это встречаю. Почему? А сегодня официальное, представьте, заключение Института Минздрава Российской Федерации. 90% восстанавливает метастазы. То, что мы делаем. Те препараты растительного происхождения. А мы ищем где-то, чего-то, какие-то противостояния, особенно по гриппу. В школе работая, с детским садом, официальная статистика, с детским садом, значит, с 1 по 11 класс. И в эпидемии гриппа не заболевает ни один ребенок. А все остальные школы закрыты были на карантин. В этой связи, Александр Викторович, к вам вопросы, как к практику тоже. Вот мы сейчас все-таки, наверное, находимся в предвебии выборов. Вначале в парламент наш, в Государственную Думу. Нижняя палата. Потом все-таки выборы у нас будут президента, первого лица. И, наверное, вот эта состязательность различных партий, она будет иметь место, присутствовать. Как вам кажется, вот та партия, которая сегодня понесет вот эту идею продовольственной безопасности, оздоровления сельскохозяйственного сектора, она будет продуктивна на выборах? Будет ли она услышана? Я думаю, что она обязана. Мы должны победить. Мы не можем проиграть эту войну. Иначе все остальное бесполезно. То есть, если мы не сумеем, так сказать, обеспечить свое население качественными и безопасными продуктами, то наша страна прекратит свое существование. Политически, возьмите, Минихан получил на выборах 95 или 97%. Почему? Потому что спорте первые в животноводстве, то есть в качестве продукции первые и так далее, и так далее. То есть, он берет все сферы и все делает для того, чтобы это стало лучше. Вот и все. Хорошо. Вот сегодня прошли выборы губернаторов. Да, у нас такая уже практика. Вот некоторые члены фракции ЛДПР, партии ЛДПР, точнее даже, значит, стали губернаторами. То есть, получили этот действительно титул. Как вам кажется, сегодня может ли вот в этих областях быть какие-то свершения в области сельского хозяйства? Может ли быть применен этот политический ресурс для того, чтобы оздоровить? Либо все равно как-то все губернаторы на центр смотрят на центр? Ну, я надеюсь, что все-таки некоторые губернаторы покажут. Вот, допустим, для меня, я считаю, самый великолепный пример – это калужский губернатор Артамона, который на самом деле устроил у себя экономическое чудо. И как оно произошло, вот у меня один товарищ недавно из Германии вернулся. Он сам туляк, родом… То есть, он вернулся с деньгами, чтобы, так сказать, создать здесь производство. Так ему в своей родной Туле, ему такой объявили прайс, что он тут же убежал. Он убежал в Калужскую область, и там с нему никаких денег не потребовали. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Формула вероятности». Сегодня мы говорили о чуде, об экономическом чуде, которое возможно в России. Мы всегда верили в чудо, и мы верим, что мы обеспечим нашу продовольственную безопасность и будем кормить Европу. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. Продолжение следует...